Смотрели последнего рыцаря? Вот и я тоже смотрел, и был в диком смятении после просмотра. Кино, мягко говоря, сосало жопу, а дизайнеры Хазбра сразу же взяли на вооружение все хорошее, что было в фильме, а хорошего там было ни хрена. Всем привет, с вами Говорящие Руки, и я представляю вашему вниманию ТЛК Премьер Эдишн Делюкс Класс Баррикейт. Премьер Эдишн звучит понтово. Наверное, фигурка будет просто шикарной. Нет. Вот, линейка по фильму «Последний рыцарь», по моему скромному мнению, довольно-таки спорная. В ней нету таких фигурок, которых я бы хотел поставить на полку, но ради спортивного интереса прикупил себе Барри и еще пару фишек из этой серии. Но сейчас не про фантомные фишки, которых у меня может и не быть, хотя они есть, но вы не знаете точно, а про фигурку Делюкс Баррикейта, которая на самом деле никому не нужна. Привет, Альтмод. И это вполне себе приятный автомобиль. Он мне нравится, несмотря на некоторые минусы. Эта тачка похожа на то, что вы могли видеть в кино, а дизайн Баррика там был хорош. Но не настолько хорош, чтобы спасти фильм. Так и Альтмод не спасает фигурку. Стекла из прозрачного пластика, мигалка из прозрачного пластика, фары из... Фары просто покрашены. Его можно покатать в песочнице. У него есть легендарная надпись. Punish and Enslave. Что еще нужно от этой фигурки? Это Делюкс, и для Делюкса он норм. Если не держал в руках, ничего лучше и интереснее Делюксов комбайнер Wars. Из минусов, задняя часть машины выглядит всрато. Если перевернуть машинку вверх дном, можно узреть всего бота. Но вам это не нужно. Вы ничего не видели. Ладушки, тут есть крутая пуха. Если вы извращенец, то можно прилепить ее на крышу. Давайте посмотрим на баре из Dark of the Moon. По мне он приятнее, чем наш сегодняшний клиент. Если вы, как и я, уже насмотрелись на Altmod, пожалуй посмотрим нашу информацию. Устраивайтесь поудобнее и наливайте себе рюмку чая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собственно вот и он, робомод Барика. Сразу скажу про аксессуары. Их тут есть. Они как-то детализированы и вообще не покрашены. Пуха, палка и пулемет. Все это дело можно по-разному закрепить на боте. И это и есть хорошо. Вернемся к ним позже. Лицо Десептикона выглядит вполне неплохо. Некоторые части отлиты из белого пластика, а на некоторые не хватило красителя и воткнули серые. Внешне Барик неплох. Но не смотрите на его спину, там спряталась целая машина. Для Deluxe товарищ обладает стандартным набором артикуляций. Башка на болт-джойнте. Руки крутятся на 360. Поднимаются в сторону. Есть прокрутка в бицухе. Сгиб в локте. Даже кулачки крутятся. Хотя тут есть еще приятная фишка. Плечи можно двигать. Ноги на болт-джойнтах и поэтому их движения практически не ограничены. Есть прокрутка в ляжках. Изгиб в коленях. Ступни можно выдвинуть вперед. Аксессуаров тут много. Но они такие себе. Интересно здесь только пушка-пулемет. Ее можно натянуть на руб. Из плюсов данного персонажа. Это то, что его самый большой минус. Можно отсоединить. И мы получим очень чистый Deluxe. Дайте ему поворот в поясе. Это будет очень крутая фигурка. Но все еще не такая крутая, как его старший брат из третьего фильма. И все. Мне больше нечего сказать. В этой фигурке есть куча минусов. И также хороших аспектов. Но она не перестает быть всратой, как и почти вся линейка по пятому фильму. А что вы думаете насчет данного экземпляра? Достоин ли он стоять на вашей полке? Подписывайтесь на канал. Ставьте то, что вы всегда ставите в таких случаях. Дергайте за бубенцы. Покажите это видео своему коту. И играйте в хорошие игрушки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok